Нормально ходить могут помочь не только врачи, но и сотрудники прокуратуры. По заключению экспертизы Минтруда России, жительнице Заволжья положен модульный набедренный протез. Однако получить его оказалось делом проблематичным. Чем закончилась борьба за возможности передвижения? Расскажем далее. Оксана Кузнецова – инвалид третьей группы. Но об этом мало кто догадывается. Ходит всегда бодро и много, работает в управляющей компании, занимается дачей. Но жить так, как хочется, ей помогает протез. Сложная конструкция с Оксаной и с ее совершеннолетия. Именно тогда из-за саркомы ей ампутировали ногу до колена. С заменой искусственного сустава проблем не было. Все 10 раз протез предоставляли сразу. Но не в прошлом году. Вообще не объясняли причин, чтобы каких-то конкретных. Называли они мне. Раньше направление на предоставление технических средств реабилитации выдавала соцзащита. Потом эти функции возложили на фонд социального страхования. Тогда и начались проблемы. Оксана пыталась добиться положенного ей по закону протеза больше года. Я веду активный образ жизни. И я боялась, что в какой-то определенный момент я просто пойду на улицу, и протез развалится, и я упаду. Изнашивание протеза заставило женщину обратиться в прокуратуру. Надзорный орган помог Оксане в прямом смысле встать на ноги. В случае, если кому-либо положенные им кресла, коляски, ортопедические или иные изделия, сложно-технически необходимые для нормального уровня жизнедеятельности, не выдаются длительное время, я разъясняю, что они вправе обратиться в прокуратуру области, прокуратуру района за защиту нарушенных прав. Елена Тимонина, Наталья Степанова, Михаил Державин. Вести. Ульяновск.